Всем привет! Я кратко покажу весну, потому что давно я не выходила на связь, не выпускала новые видео. Весна была в Словении прекрасная. И также покажу некоторые новые работы, которые я написала за весеннее время, в том числе это море. С такой детальной прорисовкой для моей новой морской коллекции, потому что море я планирую в этом году писать чаще. И покажу несколько цветочных работ с цветочными мотивами, композициями. Большая работа была на заказ, и другие я просто писала по вдохновению. Сейчас я люблю снимать уже готовые картины на каких-то природных фонах. Сейчас мы на побережье, я много снимаю на песке, на каких-то цветочных фонах или контрастных. Получается достаточно интересно. Также в этот период я писала много больших абстрактных работ. Я здесь показываю далеко не все. И эта работа также улетела в Америку. В общем, периодически буду выпускать хотя бы какие-то маленькие информационные видео, чтобы не теряли меня из виду. И было понимание, чем я сейчас занимаюсь. Здесь, собственно, я показываю фрагменты написания картины на заказ. Такой цветочной композиции, но достаточно сложной по выполнению. За счет того, что у меня присутствует много таких мягких переходов и детализации цветочной. И здесь один из первых этапов, несмотря на то, что это полуденный день было, достаточно жарко. Но я люблю писать периодически на веранде, так как и свежий воздух, не нужно дышать лишний раз растворителями. И здесь даже, собственно, тени и вот этот яркий свет, он не так мне мешает, потому что я работаю, вот прикину, еще с первыми этапами. А когда уже идет детализация, то желательно, чтобы был ровный свет. Здесь я уже перехожу в студию и работаю уже над какими-то финальными моментами картины. Размер этой работы 140 на 80 сантиметров, то есть достаточно большой холст. И хочется, хоть я и говорила, что я устала от больших форматов, но теперь мне хочется еще более большие форматы, потому что все же это смотрится очень эффектно и интересно. Может быть, я даже по обучению и для курса сниму такие уроки именно на large size, на extra large size, чтобы было понимание, как работать именно с большими форматами, большими холстами. Если вам так же интересна эта тема, дайте знать в комментариях. Всегда рада видеть какие-то ваши предложения и отклики. Да, у нас такая была очень красивая весна. Сейчас уже созревает черешня. И цвела магнолия, молодое деревце, очень красивое. И в ботанических садах также разные виды магнолий. Собственно, она растет по всей Европе. Потрясающе красивое дерево. И здесь я показываю практически финальный этап работы, но чуть-чуть еще не доработан по фону. Ну, в принципе, работа практически готова. Также время от времени я покупаю какие-то материалы, доступные в больших супермаркетах. Здесь в Европе периодически можно купить товары для живописи. И это скорее хобби товары. Но здесь был очень интересный набор текстурных паст. И которые мне очень понравились по качеству. Может быть, в будущих видео я продемонстрирую, как они выглядят уже в готовом варианте, либо в процессе нанесения. Делюсь миниатюрой цветочной. И в будущих видео я расскажу о нашем путешествии в Испанию и Португалию. Это будет очень ярко и интересно. Поэтому оставайтесь со мной. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...